Народные избранники городского совета депутатов готовятся к очередной сессии. На этой неделе прошло заседание комитета по социальной политике, образованию, культуре. Один из вопросов на повестке заседания комитета о предоставлении жилья детям-сиротам. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Наталья Леонидова рассказала, что есть проблемы с продвижением очереди. В город приезжают сироты из других населенных пунктов, встают на учет и, достигая возраста 18 лет, требуют получения квартиры по закону. Ряд из них уже приехали из других районов, например, из Сузума, у нас есть из Искитима. Они там росли, были учтены, а по Новосибирской области приехали к нам, имеют право быть включены. Вот они включаются. И наши ребята из города Бердска, которые здесь проживают с опекунами, вышли, уже достигли совершеннолетия, интересуются своей очередью. Но, к сожалению, она немножко отодвигается, поскольку есть судебные решения. То есть эти граждане, которые были в конце, они отправились в суд. Средства на приобретение квартир детям-сиротам поступают из федерального и областного бюджетов. Сейчас есть несколько судебных решений о предоставлении жилья этой категории людей. Депутаты Бердска готовят обращение к депутатам законодательного собрания. Мы предлагаем дополнить вот эту статью, именно вот учитывать все-таки эту очередность, потому что одномоментно всех невозможно, только в плане невозможности вот этого финансового, то есть значительная, скажем так, субвенция. Затем депутаты перешли к рассмотрению следующего вопроса. В городе работала комиссия по присвоению звания почетный гражданин города Бердска. Депутат Иван Минин представил двух кандидатур – Владимира Колганова, заместителя председателя Совета директоров Бердского электромеханического завода, и Нину Железняк, которая много лет работала депутатом. Члены комитета кандидатуры поддержали.